Спасибо. Была чуть ниже, но, в принципе, все они прошли без осечек. Так, скажем, без больших осечек. Подпаскова уступила один бой. Ваньковой 5-4, но 5-4, я думаю, фехтовальщики все знают, что такой счет. Где может победить каждый. Ну и тем более в группе на 5 ударов. У Михайловой сегодня без поражений. 1-0. Вперед выходит подпаскова. 2-0. Второй удар. Наносит Евгения. Ну и вот первый идет со стороны Алины Михайловой. Михайлов наносится на... находится на 16-й строчке. В мировом рейтинге подпаскова выше. Четвертая в российском. Михайлову третья. А подпаскова вторая. То есть где-то они совсем близко. Это в нашем рейтинге. А где-то. Расстояние между ними больше, но на дорожке все эти цифры не имеют значения, потому что 3-2. Вот мы видим и 3-3 догоняет. Михайловая. Очень быстрая такая силовая спортсменка пробивает защиту. Но подпаскова находит другие ключи, чтобы вскрыть оборону Михайловой. 5-3. Вышла вперед. Евгения был тяжелейший бой за вход в восьмерку. Проигрывала 14-10 и выиграла 15-4. Просто на нервах, на жилах вытащила. 16-3. Фальстарт был. 6-3. Михайловая не достает. Ответно разрывает дистанцию подпаскова. Тоже не получается. Теперь уже очередь Алины атаковать. Ищет эту дистанцию. И достает. Долго, но верно готовила эту атаку. 6-4. Женский сабельный. Бой идет чуть дольше, чуть меньше скорости. Но в целом все точно так же. По правилам. 7. Становится восьмерка. И перерыв у нас. Расскажу коротко о том, как выступает в этом сезоне спортсменки. И Алина Михайлова выиграла всероссийский турнир в Санкт-Петербурге среди юниоров. В Пловдеве была 35-й. В том году третья там была. В этот раз хуже получилось. В Сосновце 10-е место заняла. И первое место в командных соревнованиях. Там заняли наши девушки. Вместе как раз таки и с Евгенией Подпасковой. А Евгений идет в шестой. Нет, нет, простите. Что-то я сейчас туда посмотрел. Евгений идет второй во всероссийском рейтинге. Десятый во взрослом. На всероссийском турнире в Санкт-Петербурге была второй. В Пловдеве 12-й. В Сосновце 6-й. Также девушки участвовали и во всероссийском турнире. Среди взрослых. На озере Круглом. 17-е место у Алины Михайлова. И восьмое заняла Евгения Подпаскова. 8-4. Нужно думать. Нужно догонять. В перерыве. Никто из наставников не подходит. Это такое этическое правило. Несмотря на то, что Михайлова и Подпаскова представляют две самые сильные и, наверное, в какой-то мере иногда враждующие прямо школы. Российские сабли. Новосибирск и Москва. 9-5. Становится счет. Ой, как сейчас разыграла-то Подпаскова. Показала, что куда-то в верхнюю часть будет бить, а затем резко перевела вниз. Не успела Михайлова среагировать. Сходит в дистанцию. Михайлова достает. Тяжело убежать от Алины, когда она чувствует, где находится соперник. Желтая карточка Алины Михайловой. Не среагировала на команду судьи. Защита ответ. Великолепно. Стремительно. 7-10. Второй период. Михайлова уже выходит. Вот только накаркал. 11-7. Собственность счет. Вместе бьют спортсменки. Удар никому не присуждается. И снова два фонаря. Но на этот раз тактическая правота. На стороне Михайловой. Просит поправить оружие. Евгения возвращается на дорожку. 11-9. На вход ловит Алина. Одновременно. Повтор. Первый повтор, по-моему, в этом поединке. Просит под Паскова. Ну, мне тоже показалось, что чуть раньше все-таки вышла в атаку москвичка. Решать не мне, а судье. Она решает, что все-таки обоюдной атаки. Как на вход с линии атаки убегать под Паскова. Нанесущийся. Михайлова не стала реагировать защитой, а ловко на вход. Точно так же. 13-9. Два фонаря. Два фонаря. Права налево. Здесь ногами переиграла. Под Паскова показала, что конец вперед, затем разорвала дистанцию. В общем. Как мне кажется, сейчас под Паскова выигрывает за счет каких-то таких большего арсенала приемов, наверное, вот у Михайловой не получается. Может быть, у нее тоже очень много есть приемов, задумок. Ну что, давать карточку или не давать? Сейчас поворачивается судья. Все-таки решает дать. За фальстарт Михайловой. Губит интригу. К сожалению. Но что поделать. 15-13. Евгения Подпаскова в финале. И, возможно, второй раз подряд выиграет Кубок Черного моря. Именно она в том году победила здесь, в Сочи. Но...